Давайте начнем. Меня зовут Илья, продакт-менеджер компании Epimatico, в том числе по средоустойчивым устройствам связи GNDAR. Этим летом мы проводили специальные мероприятия в Москве по безопасности, в широком смысле по безопасности, в рамках наших продуктов. В том числе подготовили презентацию по устройствам GNDAR. И, конечно, акцент сегодня будет на том, как эти устройства можно применять в связи с уходом с российского рынка различных других производителей. В первую очередь, европейских. Нельзя не рассказать про саму компанию, про линейки, которые она предлагает. Ну и потом уже ближе к концу перейдем, собственно, к самому мясу. К тому, как с помощью GNDAR можно проводить не то, что импортозамещение, но замещение одного импорта другим. Компания работает достаточно давно на рынке, с 2009 года. Действительно, уже зарекомендовала себя. У нас тоже прекрасные отношения с этим вендором уже больше семи лет. Мы довольны и качеством продуктов, и скоростью производства, и вообще, в принципе, отношением вендора к нашим задачам, вопросам, проблемам, техподдержкой. То есть, действительно, придраться практически не к чему. И мы довольны сотрудничеством, и поэтому рекомендуем этого производителя. GNDAR — это не какой-то перепродавец или что-то вроде того, как часто бывает. Это именно собственное производство. И как раз наоборот, некоторые другие известные мировые вендоры сотрудничают с GNDAR, и свои продукты уемят, собственно, произведенные этой компанией. Поэтому мы работаем непосредственно с производителем. Моделей очень много. Мы кратко по линейке сейчас пробежимся. Но телефоны выпускаются в самых различных версиях под все возможные задачи. В этом есть и плюс, и минус. Ну, очевидный плюс в том, что можно решить практически любой вопрос, связанный с задачами по необходимости обеспечить коммуникацию с защищенными телефонами и вандалоустойчивыми. Но поскольку всего в линейке присутствует несколько тысяч, больше четырех тысяч различных вариантов продуктов, конечно, на складе все держать просто физически невозможно. Поэтому стандартно мы поставляем оборудование под заказ. Но про это, конечно, еще подробно расскажу. Ну, действительно, GNDAR — один из самых профессиональных производителей в Азии. Есть и международное признание от различных ассоциаций журналов, сертификаты соответствия различных стран мира, Европы, Северной Америки и так далее. Ну, и недавно просто такой пример общался с партнером из России, из Ростова-на-Дону, который сказал что-то вроде, что, ну, конечно, с китайцами я, в принципе, работать не люблю. Но вот если бы любил, то GNDAR — это лучший производитель из Китая. Спасибо за такую оценку. Здесь фабрика компании представлена, как выглядят конвейеры. Все делается абсолютно не кустарным способом, на нормальном заводе, чистом, освещенном и так далее. Ну, наверное, прошли уже времена этих шуток, когда люди говорили, что существует два разных китайских производителя в одном и том же месте. Просто одни делают днем, а другие ночью. Ну, GNDAR — это та компания, которая все производит днем, все хорошо, более 30 человек на линии сборки, несколько конвейеров, поэтому срок производства даже под очень крупные проекты. У нас был недавний проект под несколько тысяч устройств, там все сделали меньше, чем за месяц. Собственный инженерный отдел, который как разрабатывает продукты, так и дорабатывает их, но выход новых продуктов практически не происходит, потому что, ну, изначально определена очень широкая модельная линейка, где есть, ну, практически все. А какие-то принципиально новые линейки вводить производитель не собирается, ну, потому что специализируется именно на своих продуктах, и чего-то нового здесь не требуется. Но все равно, конечно, собственная R&D-команда есть, тоже не где-то там на аутсорсе, еще как-то именно работающая в компании GNDAR, чтобы производить какие-то доработки, улучшения и так далее. Начинка устройств может меняться, какие-то внимальные доработки присутствуют. Ну, например, за те годы, что мы сотрудничаем с GNDAR, происходили моменты, когда на отдельных моделях улучшался LCD-дисплей, или добавлялся внутренний LCD-дисплей, или менялась трубка с дополнительной клавишей. Ну, то есть всегда все-таки компания стремится к совершенству, какие-то мелочи дорабатываются, ну, при том, что общая линейка, она стабильная, и изменения не претерпевает. На этом слайде, на самом деле, это скриншот из видео, но я сейчас, конечно, не буду вам показывать фильмы про то, как производится GNDAR. Хочу просто заметить, что у нас на YouTube-канале IPMATIKA есть достаточно много видео про то, как делается, как тестируется GNDAR. Заходите, если будет время, посмотрите, ну, или пишите в личку, или в комментариях, если вы смотрите в записи. Обязательно поделюсь ссылками на какие-то конкретные видео, которые мне самому нравятся, ну, недолго и интересно. Мы, компания IPMATIKA, эксклюзивный дистрибьютор GNDAR в России и странах СНГ. Ну, не во всех, а там, где есть наши представительства. Казахстан, Кыргызстан, Беларусь, страны таможенного союза. И в Узбекистан также можем и поставляем под проекты, так что в Ташкенте тоже есть наш офис, обращайтесь. Ну, и отдельная ремарка, специальное предложение для наших партнеров из Казахстана. Если у вас есть какие-то задачи, то мы можем в ближайшее время организовать личную встречу, например, со мной или с другими представителями компании. Ну, к сожалению, вряд ли с вендором, они не так часто к нам приезжают сами из Китая. Но если хотите лично поговорить, эти возможности есть, так что обращайтесь. Ну, и, наверное, в ближайший месяц в Алматы проведем мероприятие офлайн. Так что приходите, заходите в гости. Кстати, вот в офисе в Алматы в реальной жизни для решения реальной задачи установлен телефон GNDAR для того, чтобы просто люди могли заходить в офис. Так что будьте в гостях, обратите внимание. Мы осуществляем полный цикл поддержки продукта, локализацию, все необходимые сертификаты, сертификаты взрывозащищенности и так далее. Все присутствует, и, конечно же, техническая поддержка тоже на нашей стороне. Про защиту проектов чуть-чуть попозже расскажу подробнее. Это, конечно, тоже присутствует. Кратко вообще про модельный ряд. Первая основная идея в том, что все телефоны GNDAR могут представляться как в аналоговом исполнении, так в SIP-исполнении, так в 3G, 4G. То есть, по сути, каждой модели, ну, практически каждой, может быть 4 вида, ну, и цена тоже разнится. Понятно, что аналоговые, они, например, для себя влечен тип телефона. Так что если есть задача поставить защищенные в андалоустойчивые взрывозащищенные телефоны, в том числе в аналоговом исполнении, проблем никаких нет, обращайтесь, все прайсы, вся документация, все присутствует, и такие проекты, может, тоже не раздевают. Кратко пробежимся по линейкам. GNDAR 100 – это та линейка, которая используется в основном на промышленности, на каких-то транспортных предприятиях. На атомных электростанциях у нас уже было, ну, минимум два проекта. Про один пока что рассказать не могу, он в процессе. Другое – это установленные телефоны на, ну, к сожалению, сейчас в чем-то печально известной Запорожской атомной электростанции. Примеры оборудования, они могут быть разного цвета, не обязательно желтого, могут быть с крышкой, без крышки, с горным маячком, с горным и маячком, с трубкой, без трубки, с кнопкой вызова, с полноценной клавиатурой. То есть вариации могут быть какие удобно, угодно, под конкретные задачи. Ну, или вот, например, серия без крышки. Зависит только от потребностей заказчика и вас. И как раз этим объясняется то, что моделей в списке в целом очень много. Ну, потому что на сопоставлении каждой из характеристик, ну, могут быть свои варианты. Понятно, что может быть с кнопкой и с трубкой, с клавиатурой и без трубки и так далее. Соотношения могут быть любые. Поэтому в общей сложности там моделей получается несколько тысяч возможных, если еще посчитать различные варианты цвета. Но это все как бы стандартные задачи для производителя. То есть здесь нет каких-то там разработок на коленке, допиливаний, очень долгих сроков производства. Они понимают, как можно сделать любые, по сути, комбинации под задачи заказчиков. И все, опыт уже есть, все это прекрасно собирается. Так что здесь никаких переживаний быть не может. Конечно, у нас есть популярные модели, которые чаще всего берут. Вот, например, на данном слайде 103ФК, которая в левой части представлена. Одна из самых популярных моделей. Но любые другие, конечно, тоже без вопросов можем поставлять. Здесь нельзя обойти вниманием отдельную серию именно взрывозащищенных телефонов. Про это у нас тоже был отдельный вебинар. Там вот, может быть, в описании на Ютубе снизу положим тоже ссылку. Ну или можем лично ответить. Это, конечно, интересный разговор. Ну, смысл взрывозащищенности, наверное, вы знаете, но если вдруг не сталкивались. Не в том, что телефоны могут пережить взрыв. И то, что они не взрываются сами. Речь, конечно, не совсем про то, это устройство, которое официально подтверждено всеми сертификатами и российскими, и международными, есть европейские, если что, естественно, китайские. Они не могут стать источником взрыва. То есть они накапливают статическое электричество, там нет искор и так далее, и так далее. Здесь, по сути, четыре модели присутствуют в этой линейке с крышкой без крышки, с клавиатурой без клавиатуры. И каждая может быть как сиповой, так и аналоговой. Поэтому всего есть, по большому счету, восемь основных моделей. И еще каждая из этих моделей, она может быть дополнена горным и проблесковым маячком. То есть итого получается уже 16 взрывозащищенных моделей. Единственное важное ремарка, замечание здесь, что если взять взрывозащищенный телефон стандартный, без горного маячка, его потом нельзя дооснастить этим горным маячком. Это немножко разные технологические решения, поэтому вот потребность в дополнительных устройствах, она должна быть сразу понятна. И это нужно сразу заявлять производителю и закупать именно эти модели. Очень часто в этом месте возникает вопрос, есть ли у нас сертификаты пожарной безопасности, как у некоторых других производителей. Отвечаю, что нет, и для GMDR они не предусмотрены, потому что корпус устройств полностью сделан из стали и других высокопрочных металлов. То есть если бы были устройства сделанные из пластика, то там бы, конечно, мы сделали сертификат, подтверждающий, что этот пластик не горючий. Но в данном случае этого не требуется. Если под ваш проект нужны будут какие-то специализированные сертификаты, и вы знаете, что нужно, обращайтесь. Мы, естественно, всегда готовы рассмотреть их производство, тестирование официальное. Это все вообще не проблема. Несколько примеров использования. К сожалению, из России и наших других стран нашего присутствия не так много фотографий и примеров. Заказчики редко хотят делиться. Ну вот, например, шахта в Чили, а вот в центре Москвы в метро установлены телефоны на станции площади Кагарина. Туда, если вы из Москвы, можно прийти, сделать переход на МЦК и посмотреть, как реально джендары стоят в реальной жизни в московском транспорте. Серия Джендар-200 больше подходит для общественных пространств, торговых центров. Опять же, может быть, метро, там кому как больше нравятся банки. Стандартная история, когда в общей зоне банка, работающей круглосуточно, в зоне банкоматов, есть какое-то устройство экстренной связи. Это вот как раз оно. И очень популярный мировой кейс, к сожалению, в каком-то смысле, это тюрьмы. Там требуются защищенные телефоны. Их много, так что запросы такие, в том числе и в России, приходят часто. И часто запросы включают в себя специфические требования, например, либо по отсутствию трубки вообще, либо по очень короткому шнуру, чтобы трубку нельзя было использовать как орудие, и ей нельзя было замахнуться. Естественно, если есть специализированные требования, то все можно сделать. Вот так выглядит устройство из этой линейки. Примеры есть как резные, так и накладные. С клавиатурой, без клавиатуры. Самые разные исполнения. Разных цветов, опять же, под те требования, которые нужны заказчику. Тоже различные фотографии из разных стран. Опять же, из тюрем, из банков, из других общественных помещений. И как это используется. Картинки уже применения в реальной жизни. Тут, да, это производитель собрал из разных стран именно фотографии из мест лишения свободы. Ну, потому что, действительно, в мировой практике это очень популярный кейс. Да, не говоря уже про заправки. У нас такие случаи были. Лифты. Ну, и вот конкретный пример. Чуть дальше про него расскажу. Да, давайте закончим с модельной линейкой. Примерно те же самые устройства серии GR300, но без трубки. То есть это вызовные панели или интеркомы. Называть их можно по-разному, но смысл не меняется. Они тут могут быть самые разные. Есть варианты оснащения сразу этими устройствами готовых панелей или стоек, вызывая экстренной помощи. Работающих на солнечной батарее, например, или нет. Или на каких-то других источниках питания. Различных цветов и так далее. У нас не было случая в поставке в Россию именно этих стоек целиком. Ну, потому что, если откровенно, то там стоимость доставки получается космическая. Ну, а все-таки в России производят различные варианты. И кабин, и стоек, и других способов встроить само устройство внутрь этих стоек. Так что это проще, наверное, так или иначе заказать в России. Но у нас были случаи, когда у нас заказывали и на сами устройства. Потом уже посредственно партнеры доделывали интеграторы. Так что тоже никаких проблем нет. Опять же, самые разные сферы применения. Ну, плюс-минус те же, что и в предыдущем случае в линейке GR200. Но там, где не нужна трубка. Вот как раз пример, про который я хотел рассказать. Часто их запрашивают в медицинские учреждения, в лаборатории. В чистые помещения, в общем случае. Потому что требуется, чтобы эти устройства можно было протирать, мыть едкими химическими средствами, какими-то чистящими средствами, чтобы с этим не было никаких проблем. Вот они для этого тоже прекрасно подходят. Вот, наверное, то, ради чего мы здесь собрались, как раз сравнение с конкурентами. И ответ на вопрос, как можно использовать джендар после ухода из России нескольких других производителей подобных устройств. Джендар работу в России не прекращает. Мы в этом году сделали уже несколько проектов. Наверное, порядка, уже даже больше 10 презентаций, все-таки пару месяцев. Ну, вот два-три десятка проектов именно замены ушедших из России производителей. Я, так сказать, в открытых источниках, естественно, не буду называть названия конкурентов. Поэтому они в презентации тоже заменены звездочками. Но если кому будет интересно, пишите в личку. Хотя, если честно, думаю, что вы и так догадались вообще, в принципе, о ком идет речь. Так или иначе, есть партнеры, есть заказчики, которые хотят себе ставить проверенное европейское оборудование. Там действительно, я знаю, что налажены, так или иначе, какие-то схемы параллельного импорта через Турцию или через другие страны. Но сами интеграторы, которые этим занимаются, признавались, что цены получаются просто космические. Мы же делаем прямые поставки под любые запросы, любых объемов, вот одной штуки, вот 40 дней. Так что все быстро, просто и никаких лишних задержек. Ну и цены на Джейндер стабильные. Не сам производитель ни разу за последние, чтобы не соврать, но 5 лет точно, может быть, меньше, ни разу не поднимал цены. Никакие мировые кризисы чипсетов и комплектующих. Никакой коронавирус. Ну и ситуация в России сейчас вообще в экономике. Не вынудили ни производителя, ни нас поднимать цены на оборудование. Ну понятно, что в рублях цены летают из-за курса доллара, но прайсы в USD закреплены. Ну и правда, вот сколько я работаю с этим брендом, мы ни разу эти прайсы на самом деле и не меняли. Производитель цены не поднимал. Так что тут разве что из-за повышения стоимости логистики могут быть какие-то люфты, но в целом можно быть уверенными, что все будет хорошо и в том числе кризис чипсетов никак Джейндер не касается. Все это привело к тому, да, как я уже сказал, что около 20, сейчас больше кейсов у нас есть по замене ушедших производителей, ну потому что здесь работа стабильная и налажена. И опять же повторюсь, что производство стабильное и Джейндер, к счастью, не касается проблемы с комплектующими. Как мы знаем, есть некоторые проблемы в производстве российских аналогов такого оборудования, в том числе взрывозащищенных, шахтных телефонов, как раз из-за недостатка комплектующих. Поэтому у нас тоже на момент середины августа было уже порядка 7 запросов на замену отечественных производителей тоже, ну просто потому что люди не могли приобрести это оборудование. Так что обращайтесь. Кратко про партнерские условия. Поскольку мы эксклюзивный поставщик, мы сами регистрируем, помогаем в проектах и делаем это быстро, ну буквально в течение одного рабочего дня. Так что обращайтесь. Мы умеем и любим с этим оборудованием работать. Все получается достаточно быстро и понятно. Все прайсы, все есть. Срок поставки быстрый, это я уже сказал, но это нельзя не повторить. Демофонд присутствует во всех наших офисах. Так или иначе, ну где-то больше, где-то меньше, где-то линейка шире. Так что можно взять оборудование на тест, вообще без проблем. Можно прийти в деморумы компании Appymatica в разных офисах. Ну вот, например, у нас сейчас в Екатеринбурге открывается новый деморум. Для промышленных регионов, для Урала это актуальная тема в целом. Так что приходите в гости в наш офисе в Екатеринбурге тоже. Партнерская маржа на оборудование составляет от 30%. Конечно, под большие и крупные проекты, под какие-то специальные условия. Поле для диалога всегда есть. Так что обращайтесь. Ну, если вы придете с проектом на, например, тысячу телефонов, как у нас бывает, то, естественно, тут речь не идет про стандартные прайсы. Но я думаю, вы прекрасно понимаете эту ситуацию и, конечно, разбираетесь, как оно работает. Ну и про наличие всех необходимых сертификатов. Да, это важный вопрос, поэтому про это можно упомянуть несколько раз. Повторю еще раз. Они есть, в том числе и в открытом доступе. Вы сами можете на нашем сайте посмотреть. Мы под запрос, естественно, все высылаем, проблем не возникает. Мои контакты на слайде. Пишите, звоните, обращайтесь. Всегда как помочь. Ну и сейчас перейду в окно трансляции. Посмотрю, есть ли у вас, может быть, какие-то вопросы. Или, может быть, и так все понятно. Вебинар подразумевался как короткий. Мы рассчитывали где-то на 20 минут. Но примерно этот срок и уложились. Всем спасибо за участие. Сегодня экспериментально провели оборудование, провели вебинар через новую платформу. Ну, надеюсь, с этой точки зрения тоже все вышло нормально. Да, все-таки есть вопрос в части. Отлично. В среднем, какие сроки поставки такого оборудования. Да, мы заявляли, я заявлял в презентации, что при необходимости от 40 календарных дней после получения предоплаты. Но это если прям очень надо, это нужно специально обсудить. По факту мы поставляем оборудование по все проекты в течение 60-90 календарных дней от получения предоплаты. И, к счастью, за последние несколько лет, пока я с этим оборудованием работаю, к счастью, факапов еще ни разу не было. И действительно, сроки удается сохранять даже в 2022 году. Ну, и даже в 2020-м, когда тоже с логистикой все было плохо из-за коронавируса. Так что до 90 дней. Заверения на экспортные ограничения у нас готово нет. И под конкретные проекты, честно, с таким вопросом не обращались. Но заказы в госсектор у нас были, так или иначе. Но вот с конкретикой партнеры не обращались. Если будут конкретные вопросы, да, пишите, это все решаемо. По крайней мере, мои коллеги, связанные с делом логистики, говорили, что проблем быть не должно. Выделенный продакт-менеджер по данному направлению? Нет, Виталий. Ну, по сути, это я, но я занимаюсь несколькими брендами. Это не секрет. 3CX, Fanville и Gendar. Так что по всем вопросам можете обращаться ко мне. Контакты, да, все еще на экране. Тогда всем хорошего дня и приходите в гости.